МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Журналистам Белгородской области выручили премии по зову слова благотворительного фонда поколения Андрея Скотча. Церемония прошла в Старом Осколе. Теплома лауреатов получили 40 представителей телерадиокомпаний, радиоинтернет-СМИ, печатных изданий. Одним из первых на сцену поднялся автор белгородских известий Алексей Стопичев. С первых дней СВО он пишет о героях и жертвах военной операции. Подчас сам становится непосредственным участником событий. Неделю провел вместе с нашими бойцами за ленточкой. Не раз попадал под обстрелы на территории области. На Сватовском направлении работали. Ну неделю мы были. Работали и в Шибейкино, и в Муроме попадали, и в Алуйском районе везде было. В Масловой пристани мы попали под обстрел. Да, было совсем недалеко. К сожалению, в соседней машине двое тяжело раненых было. А нас, получается, остановка прикрыла, и мы вот не пострадали. Когда обстрелы начались, мы пожилых оттуда вывозились под обстрелы. Ну не будешь же людей бросать. Тем более мы вдвоем с водителем были. Три места в машине было. То есть было куда посадить людей и вывезти из опасного места. Премию по зову слова учредил лично Андрей Скотч. Таким образом, руководитель фонда «Поколение» отметил важность работы журналистов, которые сегодня освещают события в непростых приграничных условиях. Рассказывают о деятельности волонтеров, проблемах переселенцев, восстановлении пострадавших домов. Помогают сами. Объединяющую роль средств массовой информации в условиях СВО подчеркнул глава администрации округа Андрей Чесноков. Очень большая дружная семья людей, которые каждый день в повестке, каждый день на острие, будь то передовая, будь то волонтерские организации и объединения, больницы и госпитали, семьи наших мобилизованных. Огромное количество тех людей, благодаря вашей работе, которых удалось объединить. И мне кажется, что каждый из вас сегодня это делает не потому, что он в этой профессии, а потому, что это его долг и это его гражданская позиция и сердечное отношение к родине и к стране. Помощник депутата Госдумы Андрей Скоч Алексей Мирошник, обращаясь к журналистам, назвал их коллегами. Многие сидящие в зале являются соавторами социально значимых проектов, реализуемых под брендом «Поколение». Многие из вас, и вы об этом не говорите, мы об этом знаем, какую работу вы ведете, кроме того, что вы занимаетесь профессиональной деятельностью, какую вы дополнительную работу ведете по именно этой тематике. Поэтому это большая заслуга и наша гордость за то, что мы можем такую гражданскую ответственность сегодня разделить вместе с вами. Я хочу от имени Андрея Скоча, депутата Государственной Думы, передать слова огромной признательности вам за преданность профессии, за преданность той работе, которую вы каждодневно выполняете. Поверьте, он всегда интересуется. Приветствовал журналистов региона и депутат Государственной Думы Никита Румянцев. Он отметил, что системная работа СМИ сегодня тоже приближает общую победу. Мы с Андреем Владимировичем часто в стенах Государственной Думы и с другими коллегами общаясь зачастую отмечаем тот вклад, который сегодня работники средств массовой информации вносят в нашу победу. Наш враг в свое время превратил население Украины в наших врагов. Хотя мы-то с вами прекрасно понимаем, что это братский родной нам народ. Особенно здесь, в Белгородской области, сегодня информационный фронт, на котором вы, безусловно, все воюете, это один из важнейших фронтов, такой же важный, как фронт медицинский. Вы помогаете словом тем, кто в этом по-настоящему нуждается. Вы защищаете интересы страны на своих передовых позициях. Дипломы лауреатов премии по зову слова получили 40 представителей СМИ Белгородской области, в их числе и 9-й телеканал. Анна Семенова, Павел Казакевич, Илья Самсунов, 9-й канал. В этом году исполняется 20 лет с момента основания активов Белгородского свинокомплекса Сибагра. В преддверии юбилейной даты в компании прошло торжественное собрание, на котором подвели итоги сельскохозяйственного года. По традиции чествовали передовиков, вручали награды, дарили подарки. Коллектив Белгородского свинокомплекса сегодня по праву называют флагманским предприятием Сибагра. Этих сотрудников чаще приходится видеть на рабочих местах, в спецодежде, на фермах и в поле, за баранкой автомобиля или на элеваторе. Те, кто производит комбикорм и мясную продукцию, выращивает зерно и заботится о животных, собрались вместе, чтобы услышать важные и нужные каждому слова благодарности и поделиться планами на будущее. Коллектив Белгородского свинокомплекса Сибагра в этом году добился отличных результатов. Разделить радость юбилейного события прибыли почетные гости – руководители холдинга Сибагра. В прошедшем году ваша команда сделала главный, создавлась отдел для очень серьезного изменения уровня животноводства, мясопереработки растеневодства не только на Белгородской земле, но и в целом во всех регионах, где присутствует наша компания, находится работа предприятия, в целом для холдинга Сибагра. Вы думаете, сколько мы закончили 2022 год с показателем в 388 тысяч тонн произведенной продукции и занимаем, очень уверенно занимаем второе место как производитель свинины на территории всей России, цифра этого года будет близкой к 2022, примерно 390 тысяч тонн, а задел созданной вашей команды позволит в 2024 году гарантированно минимум выйти на показателем 40 тысяч тонн. Два года предприятие в составе холдинга, и, конечно, Сибагра принесло в коллектив новые традиции, новую культуру, новые подходы, но то, что было сделано людьми, работающими на предприятии предыдущие 18 лет, дорогого стоит, мы знаем, куда мы пришли, мы увидели команду профессионалов, и, уважаемые коллеги, обращаясь к тем, кто работает на предприятии больше двух лет, огромное вам спасибо за ту работу, которую вы сделали в предыдущие годы, для того, чтобы мы смогли начать старт нашей работы на Болгородской земле с очень сильных и крепких позиций. За отличные производственные показатели и в связи с предстоящим юбилеем, коллектив Белгородского свинокомплекса получил подарок от руководства компании. Специальными медалями были отмечены лидеры направлений, внесшие значительный вклад в развитие предприятия. Сегодня на Белгородском свинокомплексе трудятся более 1600 человек. Настоящим сюрпризом для всех сотрудников стал розыгрыш трех путевок на море номиналом в 200 тысяч рублей. Удача улыбнулась работникам мясопрерабатывающего производства. В этот день вспоминали многолетнюю историю становления предприятия, два года назад ставшего частью большой и дружной семьи Сибагра, которая растет и развивается в десяти регионах России. Вы прошли масштабную саннацию, модернизацию производства. Сделали белгородское предприятие сильным и современным. Ну, как появится песня Высовского, это только близко сказок впереди. А впереди у нас с вами новые вызовы, интересные вызовы, новые главы развития компании. Вам предстоит стать главным латомотивом Сибагра. И я больше чем уверен, что Вы справитесь с этой задачей в 100%. У основ каждого производственного направления стоят обычные люди, преданные делу, отдающие ему свою энергию, знания и силы. За каждым именем награжденного – своя история успеха и профессионального роста. Именно такой боевой, работоспособный коллектив смог выполнить поставленную руководством холдинга задачу и в кратчайшие сроки, менее чем за два года, реализовать грандиозный проект санации. Двадцать третий год действительно был тяжелый, но мы очень молодой, энергичный коллектив. Если бы сегодня мне еще раз за нас объявили, мы бы с Лёгкостью так же все это сделали. Коллеги, приятно было приятность к вашему коллективу. Два с половиной года в большой никомане, уже в семье. Каждый друг друга знает, причем это дело, что каждый друг друга знает. Все общаются в великолепной коллективе здорового обстановка. А это прежде всего свидетельствует о том, что и заветные 500 тысяч тонн продукции в год для Сибагра не за горами. Потенциал огромен, а сила в коллективе единомышленников, которые знают, как добиваться результатов. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Полвека в профессии. Жанна Геннадьевна Сушко уже 50 лет знакомит детей с основами музыкальной грамотности. Тысячи старооскольцев прошли через ее класс. Главное, чему учит талантливый педагог – любви. Не только к музыке, но и к людям, и к жизни. Петь, признается Жанна Геннадьевна Сушко, сейчас случается нечасто. А полвека назад, когда только пришла в профессию, без этого не обходился почти ни один день. Многодетная мама успевала и дома, и на работе, и в комсомольской организации. Первое пианино ей прислал дедушка поездом с Украины. Уроженка Полтавы в 6 лет с родителями переехала в Воронеж. После школы закончила Белгородское музучилище и больше с музыкой не расставалась. Директор очень хотел, чтобы я работала в Белгородской области. Но я даже не знала, что это там же и окажется. Когда я поступала, он говорил, вот будете работать в Белгородской области. Ну, вначале в Воронеже работала, а потом действительно оказалась в Белгородской области. Как начала я в 17 лет, и вот сейчас до 67 лет я только занимаюсь музыкально-теоретическими предметами. В 1985-м вместе с мужем приехала в Староосколы. Здесь появились на свет двое дочерей и сын. Разные были времена. Перестройка, безденежье 90-х. Но мысли сменить работу не посещали никогда, признается Жанна Геннадьевна. Очень было сложно. Иногда зарплату вовремя не давали. Мы даже не знали, когда, какое число мы получим. Но настолько энтузиазм был у молодых специалистов. Мы-то молоды были. Тяжелое было время, и в магазинах было ничего купить. Но мы на энтузиазме работали. И детей готовили к конкурсам, и ездили в Белгород на соревнования. То есть энтузиазм был. У нас из коллектива никто не ушел. Дети росли на работе. Возможно, поэтому, когда пришло время определяться с профессией, дочери Екатерины и Елизаветы, не раздумывая, выбрали делом жизни музыку. Вокруг коллеги. Мы все наблюдали, как идут уроки. Мы могли посмотреть на занятия с другими детьми. Мы могли пообщаться с будущими коллегами. Потому что те преподаватели, которые были, когда была маленькая и училась, они до сих пор работают. И мы уже, получается, стали коллегами. Вы знаете, мы как-то не чувствовали отсутствие мамы. Потому что мы все время с ней находились в таком творческом процессе. Поэтому я и захотела быть теоретиком. Потому что музыка – это что-то удивительное. Она наполняет душу каким-то светом, радостью. И без музыки жить очень трудно. Поэтому мне очень хотелось, чтобы в моем мире жила вот эта музыка. Но музыка – это еще и труд. Ежедневный, усердный. Именно эти качества и передала детям Жанна Геннадьевна. Мама и по сей день их главный учитель. В любой профессии нужно трудиться, стремиться, быть упорным. И эти качества, они развивались у нас с самого детства. Потому что те, кто занимается музыкой, знают, сколько нужно проявить трудолюбие, упорство, чтобы достичь каких-то результатов. В любой сфере. И пианистической, и исполнительской на любом инструменте. И теоретической – это большой труд. У нас совпало так, что и по профессии мама нам помогает, подсказывает. Она наш главный консультант, советчик. И в то же время, конечно, она наша опора. Если нужно что-то помочь, даже просто по житейским вопросам, делам, это, конечно, мы всегда обращаемся в первую очередь к маме. Сегодня мама и дочки работают в одном коллективе, руководит которым тоже ученица Жанны Геннадьевны Елена Степанова. Жанна Геннадьевна не была строгой учительницей. Я помню, что, наоборот, мы учились вместе с ее детьми. Это, знаете, такая была вот очень теплая атмосфера, семейная, можно сказать. Мы дружили с семьями, ходили друг к другу в гости, ходили вместе фотографироваться, отмечали праздники. И по-настоящему была такая дружная, творческая, большая семья. И это очень ценно. Вот эти самые такие теплые и самые яркие воспоминания из детства. Помню каждый урок. Та любовь, которую она нам прививала, на самом деле живет сейчас у нас по сей день. На вопрос, что важнее, любовь к музыке или любовь к детям, Жанна Геннадьевна отвечает не раздумывая. Важнее всего любовь к детям. Если педагог любит своих детей, и они ему отвечают тем же, то он старается найти подход к каждому ребенку. И он постоянно находится в поиске, он постоянно совершенствуется. Вот ребенок идет дальше, и педагог старается не оставаться на месте. Смотрит новые приемы какие-то, новые течения в образовании музыкальном. Они вместе идут вперед, все вперед, дальше и дальше. Но если просто любить музыку и не любить детей, это совсем другой вариант. Это получается, что педагог сам развивается, а дети остаются на месте. Все-таки любовь к детям, она прежде всего. За полвека через классы Жанны Геннадьевны прошли тысячи учеников. Далеко не все стали музыкантами, но почти каждый живет с музыкой в душе. А потому в праздничный день поздравления любимому преподавателю летели из многих городов России. Сегодня музыкальную династию продолжают уже старшие внуки Соня и Дима. Берут свои первые награды на музыкальных конкурсах и о другой профессии не мечтают. Ну, получается, когда в детстве у нас был такой маленький аккордеончик, полторашка называлась. И, значит, папа как-то сел за него играть, и мне прям понравилось. Я у него попросился, и тогда он меня отвел в пятую музыкальную игру. А мечта какая связанная с музыкой? Ну, то, что поступить в университет, учиться и хороший аккордеон, самое главное. Ну и талант. Талантом эта семья не обделена, а значит, музыка здесь будет звучать всегда. От любимых Рахманинова и Чайковского до душевных застольных песен. Анна Семенова, Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Готовы к труду и обороне. В Старом Осколе прошел адаптивный фестиваль сдачи нормативов ГТО «Ты не один». Дети и взрослые с инвалидностью под руководством опытных наставников осваивали правильное выполнение упражнений. Сами соревнования пройдут в декабре. Рома Дьяченко – спортивный мальчик. Дома регулярно делает зарядку, играет в футбол. Развивает скорость и координацию. Поэтому на фестивале ГТО метание мяча для него не стало тяжелым испытанием. В цель попал и не один раз. Мама Валерия сыном гордится. Еще бы, такой защитник растет. Я думаю, что это в первую очередь для здоровья полезно. Физическая культура для состояния организма тоже было бы неплохо. И очень здорово собираться на такие спортивные праздники, когда организовывают такие мероприятия. Здесь очень весело и хорошо. Можно проверить себя. Восьмилетний Илья Викторенко – самый активный участник фестиваля. Учится в третьем классе. Своих товарищей оставил позади в прыжках в длину. Отлично показал себя на этапе отжиманий. Секрет успеха прост, признается мальчик. Физкультура и занятия армрестлингом с дедушкой. Ну, потому что я люблю спорт. Я на физдре, когда мы на физдре, у нас почти все мальчики любят физдру. А ты любишь? А почему? Чем тебе это нравится? Ну, потому что мы там бегаем, занимаемся. Я отжаться могу, но я там отжался сейчас шесть раз. На фестивале «Ты не один» проявить себя могли не только дети с ОВЗ, но и взрослые. Василию Бандури 48 лет. Он занимался в Академии ГТО. Сейчас основные виды спорта – уличная атлетика и плавание. С апреля 2021 года начал ходить и регулярно занимался. Понравилось, сбросил лишний вес, привел себя в форму. Жизненный тонус, интерес к жизни появляется. Адаптивный фестиваль «Ты не один» организовал Белгородский госуниверситет. Спортивный праздник состоит из двух частей. Первое – знакомство с нормативами. Второе – сдача и получение значка ГТО. Для работы с инвалидами разработана целая программа. У кого-то нужно мяч бить в цель, чтобы определить его ловкость. У кого-то нужно метать, у кого-то стрелять. А кто-то плавает для того, чтобы определить, как он корреляционно готов. То есть очень разные испытания. Ну и как бы уже опыт такой есть у нас, у нашего университета, у Белгорода. И мы этим опытом как раз приезжаем делиться с местными судьями, чтобы они поняли, что работать с такой категорией людей несложно. Подобные фестивали уже прошли в Белгороде и строители. Общая сдача нормативов ГТО назначена на 9 декабря. Анастасия Иконникова, Павел Казакевич, Станислав Васютин, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. По данным гидрометцентра, в четверг, 23 ноября, в Старомосколе и Губкине пасмурно. На протяжении всего дня синоптики обещают небольшой снег. Температура воздуха в районе 8 градусов мороза, которую мы ощутим как минус 14. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. Растущая луна, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление немного ниже нормы. 732-734 миллиметра ртутного столба.